У многих из нас есть четвероногий друг. Да что там, это не просто друг, это член семьи. Он дарит нам море радости и готов за нами пойти в огонь и в воду и всегда прийти на помощь. Расскажу вам ужасную историю, но обо всем по порядку. В городе Уайкрос, а это у нас штат Джорджия, есть музей лесной промышленности юго-востока США. Здесь представлены инструменты, которыми в 19-20 веках обрабатывали древесину. В 1980 году в пустотелом стволе дуба рабочими ближайшей лесопилки была обнаружена удивительная и ужасная находка, а именно мумифицированный труп собаки. Такое дерево решили подарить музею. Как в ствол дерева попала собака, можно только гадать. Но Брэнди Стивенсон, это сотрудник музея, считает, что это охотничья собака и она преследовала какое-то животное, скорее всего енота или белку. Пытаясь скрыться от преследователя, животное забралось в дуб. Поскольку оно было намного меньше, то сумело выбраться потом наружу. А вот собака застряла, не смогла выбраться и скончалась очень ужасной, медлительной и мучительной смертью. Дуб стал для четырехлапого охотника гробом и могилой. Вот только не совсем понятно, почему человек не пришел на помощь товарищу. Может просто не видел. Так как Стаки, а так назвали собаку, в азарте погони далеко отбежал. Но ведь он точно скулил и звал на помощь. Его должны были искать. Не хочется верить, что его просто так бросили на ужасную смерть. Возле песика Стаки всегда люди плачут, услышав его историю. Сделали нужные анализы и установили. Животное находилось в стволе больше 20 лет до того момента, как дерево попало на лесопилку. Выходит, трагедия произошла приблизительно в начале 1960-х годов. Также исследователи установили, что собаке на момент смерти было приблизительно 3-4 года. Это был кобель. Если перевести в года человека, то выходит это 21-28 лет. А как же получилась мумия? Стивенсен считает, что дерево обеспечивало сухие условия. Оно и сохранило тело от разложения. А сам процесс мумификации произошел благодаря дубильной кислоте, которую источал дуб. Друзья, скажу честно, если бы это был мой пес и я знал бы, что с ним случилось, да я бы там его никогда не оставил. Я бы то дерево грыз зубами, но не бросил бы в друга в беде. Если вы тоже так считаете, ставьте лайк. Посмотрим, сколько нас таких. Берегите себя и те, кто вас искренне и по-настоящему любит. Не важно, сколько у них ног. До новых встреч на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok